Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне парень предложил встречаться, но ему очень трудно выражать свои эмоции, он очень скованный робок. Находясь рядом со мной, у него будто бы отключается мозг, он теряется, но говорит, что нравится, его поступки тоже говорят о симпатии. Мне как девушке сложно немного понять истинные эмоции моего партнёра. Как мне правило, вести себя с ним, не хочу навредить парню, но хочу помочь ему справиться с этим. Смотрите, несмотря на простоту кажущуюся текста, вот здесь скрыто несколько важных проблем, на которые очень перспективно обратить внимание с точки зрения коррекции отношений в будущем, неважно даже с этим парнем или с каким-то другим. Во-первых, вы говорите про то, что его поступки говорят о симпатии, вы пишете об этом, и вы пишете, что он вам говорит, что нравится, что вы нравитесь ему. Это выдаёт некоторую неуверенность в вашу себе, потому что вы как бы нацелены на то, что чувствует ваш партнёр, а не на то, что чувствуете к нему вы. Это является благодатной почвой для развития созависимости, эмоциональной зависимости, любовной зависимости и формирования незрелых отношений в формате родителей-ребёнок, о которых, о которых сказал мой коллега в своём ответе вам. Это первое. Второе. Вы пишете, что мне, как девушке, сложно понять его истинные эмоции. Понимаете, с одной стороны, вы, конечно, не должны знать этих тонкостей. С другой стороны, поскольку вы задаёте вопрос, я считаю необходимым этот момент прояснить. Не существует так называемых истин, истинных эмоций. Могут быть стабильные чувства, в смысле, постоянные чувства, более-менее протяжённые во времени. Но истинных эмоций быть не может, потому что эмоции скоротечны. Эмоции отличаются от чувства тем, что первое привязано к ситуации. Ситуация зависит от ситуации, и чаще всего завершается вместе с ситуацией. Истинных эмоций не существует. Это первое. То есть вы здесь совершаете некую, скажем так, эмпирическую ошибку. Говоря об истинности эмоций, но, скорее всего, подразумевая чувства, да? Дальше. Если мы представим, что вы всё же говорите про чувства, что хотите вы понять истинные чувства своего партнёра, то возникает, на мой взгляд, логичный вопрос. Зачем? Для чего вам это? Как понимание чувств партнёра влияет на вашу жизнь, да? На ваше состояние психоэмоциональное и так далее. Если влияет, то как? И насколько сильно? Опять же, здесь мы ведём речь о том, что вы как будто бы нуждаетесь вот в этом знании для того, чтобы увереннее себя чувствовать. То есть это история про неуверенность по себе, про какие-то сомнения. Про невозможность придерживаться и выстраивать свою линию поведения, не зная о том, что чувствует другой человек. Ввиду того, что люди часто не знают сами, что они чувствуют. Подобная тенденция представляется довольно-таки деструктивной и даже опасной глава. Следующий момент заключается в том, что вы используете такое выражение, как мне, как девушке. Что говорит о том, что здесь речь идёт о гендерных отношениях. То есть вы, как девушка, взаимодействуете с своим парнем, как с парнем. Но эмоции и чувства не гендерные, эмоции и чувства личностные, человеческие, если хотите. То, что вы девушка и то, что ваш партнёр парень не имеет никакого отношения к тому, что он чувствует и к тому, что чувствуете вы. За исключением некоторых достаточно специфических переживаний. Ну вот и все. И мы здесь получаем гипотезу о природе робости вашего парня. Это повышенный акцент на гендерных ролях в отношениях. И исходящая из этого такая же повышенная, ну или скорее акцентрированная формализация взаимодействия между вами. Когда отношения между людьми напоминают что-то вроде экзамена, что-то вроде проверку постоянную. Что-то вроде, ну, хождение по минимуму полю может быть. Вот. Хотя, конкретно здесь это может быть и не соответствует действительности. В любом случае, в любом случае, совершенно очевидно, что ваши отношения, они больше склоняются к взаимодействию генера, к взаимодействию полов, нежели к взаимодействию личности. И при таком раскладе, когда человек вот вначале как бы робок, да, вначале как бы отключается у него мозг, он испытывает какие-то переживания, он боится, он чувствует себя неуверенно. А потом, после того, как человек привыкнет, да, ну вот, может наступить обратное состояние, когда человек не будет вообще замечать вас, имеется в виду, в контексте психологической значимости. И если вы этого не хотите, то вам желательно переводить ваше взаимодействие в личностное русло, где гендерность не будет на первом месте. Где вы не будете говорить такие слова, как мне, как девочке, сложно немного понять истинные эмоции партнера. Вот я бы эту фразу выделил по количеству собранных в ней проблем. То, что вы видите себя в первую очередь как девушку, а не как лично, не как человека. Вот. То, что вы их пытаетесь понять другого человека, зачем вы это делаете и какую проблему свою решает. Вот. Что такое истинные переживания человека, тоже хотелось бы прояснить. Ну и последнее, о чем я уже говорил, это то, что эмоции не есть чувства и, говоря об истинности эмоций, мы совершаем некую эмпирическую ошибку. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, как правильно себя вести. Вот. Опять же. Опасность этого вопроса заключается в том, что вы считаете, что есть правильная модель поведения и неправильная. И при таком подходе вы очень сильно склонны занимать родительскую позицию как по отношению к себе, так по отношению к другим людям, так и по отношению к вашему парню. Потому что есть правильная и есть неправильная. Подобное деление очень опасно. Как хотите вы себя с ним вести. Дальше. Вы говорите, не хочу ему навредить. Поскольку здесь мы имеем дело вот с тем, что вам как бы кажется, вы боитесь ему навредить. Совершенно очевидно, с точки зрения гесталта подхода, что какие-то мысли о вреде у вас появляются. Появляются. Вот. И это тоже является проблемой. Следующий момент, о котором нужно сказать, это то, что вы пытаетесь его спасать. Да. То есть вот вы пишите, что хотите помочь справиться с этим. Опять же, это в какой-то степени перекликается с тем, что вы говорите, не хочу ему навредить. Навредить, да. Что похоже на вот некую такую подавленную агрессию. Не обязательно конкретно к молодому человеку. Ну, в целом. Как на какую-то вот базовую такую агрессию, которая у вас может вполне быть. И так и в случае с этим, что вы хотите помочь ему справиться, хотите его спасти, но это вот вполне история про вас. То есть что-то вот себе как-то помочь через него. Вот. Поэтому нужно предельно внимательно вот к этим всем вещам присмотреться, да, их разобрать и тогда уже решить, как вам себя вести. Автоматически это скорректирует вашу модель поведения. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.